Девушки отдыхают Православный, буддист или один из создателей новой религии? Николай Константинович Ревев История его необыкновенной жизни напоминает то авантюрный роман, то житие святого Где вымысел, где правда И мы отправились по следам его путешествий Из Москвы Николай Константинович и Елена Ивановна уезжали в день похорон Феликса Держинского Настроение было тревожным Рерих передал наркомам письма Махатам коммунистам и ларец Гималайской землей Но беседы с вождями большевиков о соединении коммунизма и буддизма ни к чему не привели Сталина Молотов Рериха не приняли На Алтай они поехали без разрешения Советские газеты сообщили о том, что Рерих отправился в Африку На самом деле это был отвлекающий маневр В августе 1926 года трансгималайская экспедиция прибыла на Алтай Сегодня в Верхнем Уймоне, в той избе, где останавливалась экспедиция, музей Экспонаты рассказывают о пребывании в этих краях всемирно известного художника и путешественника Николая Рериха Это, так сказать, материальный след трансгималайской экспедиции Но есть и другой, необычный С начала 70-х в горный Алтай стали приезжать горожане из разных мест СССР Они не умели пахать землю, рубить лес, охотиться в тайге Говорили непонятные слова о карме и сострадании, очищении души Это были последователи учения огней йоги, живой этики, продиктованной Рерихом, загадочным махатмой Многие уехали, но кто-то остался И само желание жить в этом месте являлось основополагающим мотивом А потом, когда вот пришла идея создать библиотеку Теперь это единственное и главное Будет здесь не просто библиотека, а большой культурный центр Здесь запланирован даже и концертный зал с органом, и с роялем хорошим Уже который год Калошин почти в одиночку на своем участке строит культурный центр Медленно и упорно Не для себя, для всех Кто-то посмеивается над его планами, кто-то помогает Конечно, до завершения еще далеко А пока в собственном доме Калошин создал библиотеку Собрал 80 тысяч книг Эта библиотека обслуживает 1600 человек из 24 деревень Я думаю, что пророчество Рериха о строительстве города будущего Звенигорода на Алтае – это реальность Но реальность – Звенигород должен явиться венцом строительства общин на Алтае Сейчас в нашей общине 8 человек Шестеро взрослых, двое детей Но письма приходят со всей страны Люди интересуются То есть, я думаю, что в самое ближайшее время она будет расширяться В горах Алтая, недалеко от Белухи, есть камень Рериха Каждое лето к нему съезжаются со всей России последователи учения огнейоги Обсуждают проблемы живой этики Предсказания Николая Константиновича и Елены Ивановны О начале возрождения человечества на Алтае Община? Звенигород? Возрождение человечества? Что искала здесь экспедиция Рериха? Поначалу староверы встретили чужестранцев недоверчиво От деревни к деревне шли противоречивые слухи По одежде приезжие вроде американцы Все в кожаных куртках и штанах Но многие говорят по-русски Щедро платят за постой, за лошадей Главный у них строгий седой старик с бородой клином С ним жена В возрасте, но красива и стройна На лошади ездить не умеет Однако упрямая, не отстает от мужчин С ними сын, говорящий на многих языках Похож на Николая Второго Вот такая характеристика семьи Рерихов Сразу после приезда Рерих заказал местным женщинам Шить много холчевых мешочков Почти каждый день Николай Константинович и Юрий С проводником отправлялись в горы В то лето погода была неустойчивая Частые дожди, слякоть, порой заморозки Но Рерихи не обращали на это внимания Порой задерживались в горах на несколько дней На телегах привозили мешочки с землей и камнями Похоже на геологическую разведку Зачем? Карта Алтайского края недавно обнаружена в архивах В этом синем кругу огромная территория размером в 30 тысяч гектаров Земли, которые по договору на 50 лет должна взять в аренду американская корпорация Белуха В соучредителях миллионер Луис Хорш, Николай и Елена Рерихи Когда я впервые услышал о деловой подоплеке экспедиции на Алтай Я пошел в архив и нашел там регистрационные бумаги на две большие корпорации Ур и Белуха Которые должны были взять концессии на разработку недр Транспортировку, а также на разработку лесных ресурсов Сельскохозяйственных угодий Строительства Я был шокирован, увидев на этих корпоративных бумагах Подпись Николая Рериха и подпись Елены Рерих Как руководителей корпорации Да, это была часть их жизни и работы по созданию новой страны Новая страна все чаще торжественно упоминалась в письмах Николая Рериха Непонятно, это вся Россия или какая-то часть В дневниках об этом ни слова Только записи сказаний о неведомой стране Беловодье Куда в давние времена уходили странники и целые племена Ушла чуть под землю и завалила проходы камнем Когда вернется счастливое время, придут люди из Беловодья Они дадут нашему народу великую науку Тогда и придет опять чуть со всеми добытыми сокровищами Эти сказания так похожи на легенды о Шамбале Которые Рерих слышал в Индии Более того, и здесь находятся люди, которые объясняют Как найти эту волшебную страну Пойдешь между Иртышом и Аргунью Дальше озера соленые Много людей погибло в них А там, через перевалы, путь к самой снежной стране За высокими горами найдешь зеленую долину Там оно и есть Беловодье За высокими горами, за широкими долами Конечно, адрес несколько неопределенный Но направление совпадает Где-то в Гималаях Вполне вероятно, что это и есть Шамбала Только под другим названием Духовная связь Алтай-Гималая не вызывает сомнений Кто знает, возможно, эти пещеры ведут в ту далекую заповедную страну Они очень сильно верили в реальность Шамбала Дело в том, что в конце концов все люди хотят видеть такую землю Где только справедливость Жить в такой стране Среди таких людей, где люди только правду говорят Только добро делают А дело в том, что они очень жили этой верой Всю жизнь Но одно дело вера А другое реальная возможность создать свою земную Шамбалу Не случайно в дневнике промелькнула короткая запись 17 августа смотрели Белуху Было так чисто и звонко Прямо с Венигород Что за Звенигород? Был у Рериха тайный замысел Если дела с концессией на Алтае пойдут успешно В долине будет построен Звенигород Город духа и знаний В деревнях возникнут общины и сельскохозяйственные кооперативы На склонах горы Белуха будет возведен храм всех религий Экспедиция пробыла на Алтае около месяца Но уезжал Рерих разочарованным С горечью записал в дневнике Поповцы, беспоповцы, стригуны, прыгуны Сколько непонятных толков Среди зеленых и синих холмов Среди таюжных зарослей Не видать всех измышлений В самом деле С кем тут строит Звенигород? А кроме того, Москва до сих пор не приняла никаких решений По поводу будущей концессии Но надежда оставалась Здесь, в Монголии, даже простые воины пели Мы идем на священную войну Шамбала Пусть мы перевоплотимся в священной войне Эти слова недавно написал национальный герой Соха Батор Песня стала народной В Улан-Баторе уже отведено место под будущий храм Шамбала 18 марта 1927 года в газете «Известия» Улан-Батор Появился репортаж о передаче правительства Монголии художникам Рерихам Картины «Великий всадник» Легендарный герой буддистских сказаний Царь Ригден, владыка Северной Шамбалы Велет свое воинство на борьбу с темными силами Там же напечатано письмо Николая Константиновича Начиналось оно так Монгольский народ строит свое светлое будущее под знаменем нового века Великий всадник освобождения несется над просторами Монголии Рерих открыто восторгался монгольской революцией Сразу после приезда в Ургу наладил контакты с советским представителем Похоже, что надежда на слияние буддизма и коммунизма не утрачена В предисловии к своей книге «Основы буддизма», напечатанной в Урге, Елена Ивановна пишет Понимание общины дает прекрасный мост от Будды к Ленину С разрешения ГПУ советское правительство передало Рериху часть оружия, которое осталось от одной из советских экспедиций в Тибет Теперь Юрий учил монголов, которым предстояло охранять караван, оружейным приемом и точной стрельбе Маршрут из Урге в Улхасу проходил по опасным районам Юрий, знавший и монгольские, и тибетские языки, обычаи племен, населявших Центральную Азию, был незаменим Однажды, когда Юрий в своем кабинете работал над переводами, из темноты раздался выстрел К счастью, в этот момент Юрий, разбирая бумаги, отклонился Пуля просвистела над головой Второго выстрела не последовало Как ни старались участники экспедиции, преступника найти не удалось В дальнюю дорогу экспедицию провожали сотрудники советского посольства, представители монгольского правительства Консул Тибета в Урге выдал рерихам паспорта на посещение Улхаса рекомендательное письмо к Далай-Ламе Заверил, что экспедицию ждут в Тибете Как выяснится позднее, одновременно консул отправил тайное письмо в Улхасу, где сообщал Экспедиция состоит из большевиков, имеет загадочные мощные связи с красными русскими Это только звучит романтично, путешествие Но в этих пустынных краях, да еще ранней весной, никакой романтики Голые степи, каменистые осыпи, пронизывающий ветер Чем дальше вглубь Гоби, тем реже поселение и мрачнее пейзажи В предгорьях машины бессильны Все автомобили возвращаются в Ургу Прощает цивилизация Теперь самый надежный транспорт – лошади и верблюды Местное население не подпускает караван к своим жилищам и пастбищам Кормов не хватает собственным животным Все труднее достать мясо и молоко Еда, пресные лепешки, каша и спроса Люди в селениях бедны и невежественны Монгольский мальчик подошел к доктору Рябинину И увидев коронки, спросил, с детства ли у него растут во рту золотые зубы Но в картинах, посвященных этому времени, покой и философская отрешенность На самом деле Николай Константинович в постоянных тревогах Утихомиривает споры погонщиков Вместе со всеми отстреливается от бандитов, напавших на лагерь Беспокоится о еде и ночлеге И еще успевает провести раскопки в разваленных древних городах В местечке Шибачен назначена долгая стоянка Из центрального Китая приехал еще один участник экспедиции Полковник Николай Кардашевский Бурятские ламы начинают очередной молебен В честь владыки Будды строится ступа А в довершение неожиданное событие Поднят американский флаг Теперь экспедиция называется Посольство западных буддистов Не экспедиция, а посольство Почему? Тибет был полностью закрыт, категорически закрыт И кто туда только не пытался проникнуть Те, кто проникали, либо погибали, либо их выдворяли Тем же путем, которым они пришли Вот, поэтому может быть Такое цветистое Изображение самих себя Что вот посольство даже, там было слово Западных буддистов Да еще под американским флагом Может быть это было предназначено, чтобы произвести впечатление И все-таки получить аудиенцию у Далай-Лан Тактический маневр опытного путешественника Возможно Но скорее всего и флаг, и новое название Имеют более глубокий смысл Роман Рерихов с большевиками Завершен Попутчики бурятские ламы Торжественно сожгли символ зла Фигуру из тряпок и соломы Отныне на пути в Ухасу Экспедиции должны благоприятствовать буддистские божества И в самом деле В дневнике от 5 августа запись Утром в чистом синем небе пролетел ярко-белый, сверкающий на солнце шаровидный аппарат Замечательно Что это было? Шаровая молния? Воздушный шар? Или как сейчас говорят НЛО? Неопознанный летательный объект? Для Рериха это не имело значения Он воспринял появление странного шара как знак Посланники Гималайского братства приветствуют экспедицию в Тибете Шамбала где-то рядом Лама, где хранятся тайны Шамбалы Говорят, что много сотрудников Шамбалы, много вестников спешат по миру Как могут они хранить тайны, им доверенные? Великие держатели тайн пристально следят за теми, кому они доверили свою работу и поручили великую миссию Если неожиданное зло встанет на их пути, им немедленно оказывается помощь И доверенное сокровище будет сохранено В каждом буддистском монастыре есть старинные книги или их копии, переписанные вручную Для учеников монастырской школы, учителей и лам Шамбала не легенда, а элемент представлений о высшей сущности, окружающей наш реальный мир В 30-е годы прошлого века Шамбала привлекла взгляды не только ученых, но и политиков И это не случайно В древних сказаниях говорится, кто заключит договор с Шамбалой, тот будет управлять миром Шамбалу искали экспедиция НКВД В 1938 году Эрнест Шефер возглавил экспедицию из Германии в Тибет В нее, кроме ученых, вошли и представители СС В те годы правительство Тибета заигрывало с фашистскими властями В Берлине появилось много тибетцев Они служили при режиме астрологами и прорицателями Но и эта экспедиция не нашла дорогу в Шамбалу Хотя и сегодня технические достижения немецких инженеров и ученых Многие объясняют сотрудничеством с Гималайским братством История о том, посещали Рерихи это таинственное место или нет Стала частью легенды о Шамбале Как-то раз во время экспедиции они остановились в местах под общим названием Тангла Построили там буддистскую ступу И вот, как мне рассказывали и Зинаиды Лифтман, и Фрэнсис Рерихи буквально пропали в горах Танглы на несколько дней Никто не знал, по каким причинам А в октябре прошлого года, когда я был в Москве Я разговаривал с человеком, который в свое время общался с Юрием Рерихом И как-то в разговоре с Юрием он скептически отозвался об идее существования Шамбалы А Юрий ему сказал, ну я же там был, я могу показать на карте, где это И он указал на это место На Тангу Но если все-таки Рерихи побывали в Шамбале То невольно возникает вопрос Почему Махатмы, знающие не только прошлое, но и будущее Не предупредили своих сотрудников о том, какая беда ждет их в самое ближайшее время Или это тоже входило в план владык Однажды во время прогулки по горам Николай Константинович сказал Кардашевскому Мы идем особым путем Если Блаватская когда-то проникла в Тибет, скрытая в возе соломы То мы пойдем открыто и торжественно, с развернутыми знаменами Каждый шаг наш будет достоянием легенд, которые сложатся о нашем походе Нас ждут особенные события До тибетского местечка Накчу оставалось два перехода И вдруг на военной заставе на плато Чан-Танг караван задержали Не помогали ни подарки, ни серебряные слитки, ни послания, которые Рерих отправлял губернатору и Далай-Ламе Письма перехватывались или оказывались в придорожной канаве Телеграммы пропадали без слева С каждым днем охранники, пьяные майоры, солдаты выдвигали новые требования Запрещали покупать пищу у местного населения Разговаривать с погонщиками караванов, которые проходили мимо Зима в этих краях жестокая Без продовольствия, в летних палатках на высоте около 5000 метров При морозах до 60 градусов по Цельсию экспедиция была обречена Из дневника Николая Рериха Медленно погибает караван Каждый день у палаток новые трупы животных Из 104 караванных животных погибло 90 Умерло 5 человек 3 монгольских ламы и 2 тибетца Бродячие собаки пробуют нападать на людей Весь день оружие остается при нас Ситуация отчаянная Запрещено двигаться вперед Нельзя вернуться назад В письме своему знакомому, представителю английского правительства в Восточной Индии Полковнику Фрэнсису Бейли Рерих умоляет о помощи Никакого ответа А в ноябре тяжело заболела Елена Ивановна Все тело горело Обычные лекарства не помогали Она успокаивала доктора Не волнуйтесь, я выдержу Это мой опыт В Индии это называется огнем кундалини Горение открытых центров Позднее Рерих напишет в очерке о своей Елене Ладе Лада духом преодолевает тело Пять месяцев ледяного плена Иногда удавалось достать чашку молока для Елены Ивановны Тайком купить в ближнем селении немного топлива Сварить для всех кашу из прогорклого проса И тем не менее Происходили ли когда-нибудь на Чантанге такие ужины Вспоминал Кардашевский Сидим все вместе в палатке И слушаем наших руководителей Чувствуется, что происходит нечто необычное В обычном Поднимается дух в высшие сферы мысли И не чувствуешь ни холода, ни порывов ветра Высшие сферы Это, конечно, Агни-йога Живая этика Что это? Новая религия? Послание Махатам человечеству? Философское учение? Агни-йога больше делала акцент На обязанности человека Расти в своей ежедневной жизни Рассматривала каждый день как школу человека Как лабораторию для его саморазвития Так Агни-йога хочет Старается удовлетвориться Это, как сказать вам, желание, что ли, людей Нет, я не умру Правда, я исчезну из этого Я выйду из этого физического тела Но я останусь жить в другом теле Для того, чтобы понять это учение Нужно уже, так сказать, многое иметь Определенный духовный уровень, духовный потенциал И поэтому люди все понимают В меру собственного, так сказать, уровня развития Это все известно Каждый человек любое явление трактует так, как ему кажется более понятным Для своего времени это учение было просто революционным Сейчас оно уже таким не кажется Но когда-то это было прорывом Сравнить две огромные, разные цивилизации Как они обмениваются опытом Идеями Мнениями Это все может быть очень полезным для развития человечества И все-таки обреченному на смерть каравану Удалось вырваться из смертельной западни Чудо? Помощь Махатму? Счастливое стечение обстоятельств? Перетвердость духа? Мужество участников экспедиции? Два месяца передевший караван пробивался на юг Они прошли самые трудные высокие перевалы Тибета По утлам мостам преодолели горные реки Впечатления этих месяцев останутся в картинах Рериха на всю жизнь И вот столица Сикима Гангток Из дневника Рериха Гостеприимный дом британского резидента Фрэнсиса Бейля Рассказываем о нашем пути Полковник знает тибетцев и потому ничему не удивляется Одно обстоятельство его поражает Зачем надо было держать экспедицию всю зиму на высотах? Даже Елена, тонко чувствовавшая людей, не услышала фальши в словах Бейли Политический агент Британии, безусловно, обладал актерскими способностями Только через много лет Рерих узнает, что именно Бейли в своих телеграммах тибетскому правительству Требовал задержать красный караван любой ценой Но вот что странно, на этой фотографии у Рериха удивительно умиротворенное лицо Ему 54 года, за его спиной уникальный опыт путешественника и спокойствия мудреца Недаром в эти дни он часто вспоминает Конфуция Мудрец похож на стрелка Истинный стрелок, не попав в цель, ищет причину в самом себе Трансгималайская экспедиция завершена Но сколько целей еще предстоит поразить Нагар, селение в предгорьях Гималаев Как и в других поселках этого края В будни хозяйственная забота и торговля По выходным нехитрое развлечение Но есть и отличия Даже в обычные дни в Нагаре всегда шумно и тесно от машин и автобусов Сюда, в музей-усадьбу Николая и Елена Рерих Приезжают экскурсии из многих стран мира Необычная история появления русского художника и его семьи в этих далеких краях После своей знаменитой экспедиции Рерих решил создать институт гималайских исследований И выбрал для этого особое место Долину Кулу В Индии ее называли Долиной Богов И считали священной Так Рерихи оказались в западных Гималаях Эта вилла в Нагаре приглянулась им сразу Из окон открывался прекрасный вид на заснеженные вершины Гималаев Долину реки Биас На участке рос большой фруктовый сад А чуть повыше находилась площадка со строениями Старый Новый год они праздновали по-русскому обычаю У елки всей семьей После десяти лет скитаний по разным странам и городам После бесконечных гостиниц, съемных квартир Собственный дом даже не верится Елена Ивановна торжественно проговорила Это начало новой жизни В самом деле, другая жизнь Как обрадовались встречи братья Пока Юрий сопровождал родителей в экспедиции Святослав закончил архитектурное отделение Колумбийского университета Стал живописцем, возглавил художественное учреждение Рериха в Нью-Йорке И вот теперь все собрались вместе На этой чудом сохранившейся пленке из семейного архива Начало первой зимы в Нагаре Какой густой и плотный снег Даже снежки можно лепить Здорово! Все как когда-то в России Но схлынет эйфория первых месяцев И останутся проблемы Незнакомые обычаи, чужие законы Единственная связь с миром Почта и телеграф Сколько времени должно пройти Чтобы эта затерянная в горах деревушка Стала для Рерихов родной Весной Николай Константинович и Юрий Были приглашены в Нью-Йорк На открытие музея Рериха Елена Ивановна осталась в Индии Она плохо себя чувствовала И не рвалась в новое путешествие В Америке Рериха встретили как триумфаторов Два катера с журналистами причалили к кораблю Когда он стоял еще на рейде На пирсе их ожидали важные чиновники Нью-Йоркского городского комитета И сотрудники рериховских учреждений В сопровождении полицейских на мотоциклах Автомобиль с рерихами проехал через весь город Машина остановилась у 24-этажного дома мастера Здесь предстояло разместить все учрежденные рерихом Художественные школы, выставки и личный музей Николая Рериха Еще весной под магнивой вспышки фотографов Состоялась закладка памятного камня этого здания В угол небоскреба замурован индийский железный ларец С фотографиями экспедиции Рериха по Центральной Азии Тибетские монеты и послания Махатмы М о новой стране И вот теперь на открытии музея Луис Хорш Вручил знаменитому путешественнику, ученому и великому художнику Памятную медаль Все, кто присутствовал, при этом поднялись со своих мест И устроили овацию Речь рериха они выслушали стоя Действительно, полный триумф В течение недели шли торжества в честь величайшего ученого и исследователя Приемы у видных политиков и финансистов Прием у мэра Нью-Йорка Так встречали только национальных героев Америки 24 июня 1929 года Николай Рериха, Юрия Рериха и его ученика Луиса Хорша Принял президент США Герберт Гувер Он обещал выдать семье Рерихов американское гражданство До сих пор они жили по паспортам Нансена Который в начале 20-х получали иммигранты и беженцы На всех встречах Рерих увлеченно рассказывает о новой идее Будущего союза между Азией и Америкой Он предлагает создать корпорацию УР Рассвет, своеобразный мост между Востоком и Западом 29-й год в США не лучшее время для подобных идей Америка вплотную подошла к финансовому кризису Разорялись фермеры и мелкие фирмы Около бюро найма появились очереди безработных Ждал неприятный сюрприз и Николая Рериха Луис Хорш неожиданно заявил Ресторан, гостиница, выставки и музей Рериха в доме мастера Приносят одни убытки Кроме того, перед трансгималайской экспедицией Хорш взял кредит в 600 тысяч долларов И передал деньги Рериху Пришло время возвращать долг В свое время Хорш брал у Рериха расписки за все деньги, которые ему вручались И Рерих охотно их подписывал По непонятным мне причинам Расписки на очень большие суммы И выходило, что это не пожертвования, а ссуды Можно предположить, что Хорш изначально подстраховывался, чтобы защитить свой капитал Но тем не менее отношения между ними еще не зашли в тупик Кризис в Америке нарастал Доллар обесценивался Хорш оказался на грани банкротства Возникла угроза конфискации всех картин изданий Он метался по Нью-Йорку в поисках денег Но кто может помочь во времена всеобщей инфляции? И все же ему удалось получить новый кредит в одном из крупных банков Финансовые проблемы отошли на второй план Рерих обеспокоен другим В ближнем кругу сотрудников музея раскол, споры, разногласия Теперь каждый вечер, собрав сотрудников в святилище на 28 этаже Рерих читал вслух отрывки из книги о живой этике Призывал к терпимости и единению Главное не положение извне, а состояние духа изнутри Он верил в силу духовного преображения Не только в личном сознании, но и в глобальном, мировом масштабе Именно тогда в Нью-Йорке Рерих высказал идею, которая его давно волновала Он видел, как в России 17-го года гибли редчайшие картины и скульптуры Сколько раз в своих путешествиях он встречал развалины удивительных сооружений и храмов, разрушенных завоевателями Какой была бы прекрасной земля, если бы все это осталось нетронутым Но искусство беззащитно перед варварством, как прошлым, так и современным Предчувствуя очередную волну катастроф, Николай Константинович выдвинул уникальную идею Во время вооруженных конфликтов поднимать над памятниками, музеями и архитектурными сооружениями знамя мира На белом полотнище этого знамени Рерих нарисовал три темно-красных сферы, помещенные в круг Это символ достижения цивилизации Прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности Культура против танков и бомб – нелепая идея, говорили одни Фантазии идеалиста – мир был и будет расколот, подтверждали другие Рерих не участвовал в этих обсуждениях Из Индии приходили телеграммы Елена Ивановна тяжело заболела Сказались лишения тибетского похода Пора уезжать Рерих устал от постоянных проблем, суматохи, разладов и споров между сотрудниками В американских паспортах Рерихом отказано Гувер не помог После невероятных усилий отец и сын приезжают в Индию и возвращаются в Нагар Трудно представить, но в этой маленькой индийской деревушке в 1930 году Начал работу Институт Гималайских исследований Назвали его Урусвати, в переводе с индийского это означает «утренний свет» Юрий руководил отделом тибетологии и народной медицины А Святослав – отделом культуры и этнографии Сначала было несколько сотрудников, но вскоре сюда стали приезжать ученые из Индии, Франции, Германии Ламы из монастырей Малого и Большого Тибета На участке высевались лекарственные травы Шли эксперименты по влиянию космических лучей на растения Выпускался научный журнал Каждое лето в соседние долины отправлялись археологические и этнографические экспедиции Все-таки удивительная семья Где бы рерихи ни появлялись, вокруг них возникали своеобразные вихри культуры Выставки, школы искусств, идеи, объединявшие людей Конечно, и раньше приходили в усадьбу письма и телеграммы из разных стран от друзей и последователей Но в начале 30-х этот ручеек неожиданно превратился в поток Писали знаменитые деятели культуры и совсем незнакомые люди Идея Всемирного пакта по защите памятников культуры и искусства Обрела сотни и тысячи сторонников Комитеты пакта рериха возникли в США и в Европе Уже 13 сентября 1931 года в Бельгии в городе Брюге состоялась первая международная конференция, посвященная пакту рериха Через год вторая и наконец в 1933 в Нью-Йорке третья Через два года в Вашингтоне заключена конвенция о защите культуры Президент США Франклин Рузвельт принял участие в конференции и поставил свою подпись под конвенцией Ее подписали 21 страна Северной и Южной Америки Имя рериха стало символом борьбы за сохранение культурных ценностей Конечно, когда начнется Вторая мировая война, все договоренности будут забыты В 1945 году американцы собирались сбросить атомную бомбу на Киото И тогда профессор Райшауэр прибежал к президенту Трумэну и сказал ему Мы подписали пакт с профессором Николаем Рерихом о том, что сохранение культурных ценностей является частью американской политики Так что если бы не было Николая Рериха, древний город Киото был бы стерт с лица земли Великие буддистские традиции Японии обратились бы в прах Увы, пакт Рериха не остановит гибель Хиросимы и Нагасаки Но в личной судьбе Николая Константиновича сыграет особую роль Все началось с предложения министра сельского хозяйства в правительстве Розвельта Генри Олиса Николая Рериха пригласили возглавить экспедицию США в Маньчжурию и внутреннюю Монголию Цель поездки – сбор семян, растений, препятствующих эрозии почв После встречи с Олисом Николай Константинович вернулся воодушевленным Он торжественно сказал друзьям и сотрудникам «Забудьте о прошлом, мы вступили в будущее» Генри Олис увлекался теософией, мистикой, древними индейскими культами Олиса вдохновила мечта Рериха о Звенигороде, городе знаний и духовных исканий В лице Николая Константиновича он нашел нового гуру – учителя Так возникла скрытая цель экспедиции – создание общины в Азии Рерих уверен в успехе, за его спиной поддержка могущественной страны 22 апреля 1934 года, в день отъезда Рерихов на Дальний Восток Зинаида Лихтман записала в дневнике Они уехали на великую миссию – спасение России Дай Бог быть их достойными Причем здесь Россия? Может, восторженные ученицы Рерихов преувеличивают? Первая остановка на пути в Маньчжурию – Япония Рерих понимал – без разрешения японских сановников В марионеточном государстве Маньчжоу-го делать нечего Встречи в Токио проходили на самом высоком уровне Министерство просвещения и иностранных дел – беседа с военным министром Рериха принимали не только как знаменитого художника, но как вождя культуры Вскоре Генри Олес от имени правительства США отправит письмо в Стокгольм, в Нобелевский комитет Где предложат кандидатуру Николая Рериха на Нобелевскую премию мира 1935 года Император Маньчжоу-го Пуи благосклонно разрешил поездку по Северной Маньчжурии Рерих не стал дожидаться, пока приедут остальные участники экспедиции – американские ботаники И приступил к действиям Базой экспедиции стал Харбин В ту пору это был русско-китайский город В интервью и выступлениях Рерих говорил о миссии русской эмиграции в Азию Он откровенно делился планами по созданию образцовых ферм в Маньчжурии Светлый облик первого общинника, создателя монашеских кооперативов на Руси Сергия Радонежского Станет знаменем нового движения «Каковы ваши дальние цели?» – спросил у Николая Константиновича журналист И услышал в ответ Мыслю, что свержение коммунизма и возрождение России лежит через Сибирь В августе экспедиция выехала в Хинганские горы В ней были только русские Кроме Рериха и его сына и брата приглашены эмигранты, ученые и казаки для охраны Политические заявления Рериха насторожили американских ботаников В своем отчете в Госдепартамент США они сообщали Рерих не тот, за кого себя выдает Они отказались признать его руководителем экспедиции Но Николай Константинович и Юрий не обратили на это внимания Экспедиция продолжалась без американцев Собраны гербарии за сухоустойчивых трав Найдена древняя тибетская рукопись с рецептами лекарственных растений Обследованы неолитические стоянки Рерих отослал у лесу статью «Да процветут пустыни» Он писал, эти открытые раны земли, эти гиблые места можно вернуть к жизни Тем временем в Вашингтоне произошло событие, крайне важное для всей семьи Рериха В ноябре 1934 года Луис Хорш передал Франклину Рузвельту послание из Гималаев от Елены Ивановны «Пишу вам с высот Гималаев и в грозный час, когда весь мир стоит у преддверия переустройства и судьбы многих стран взвешиваются на космических весах «Пишу и предлагаю вам высокую помощь» И дальше она рассказывала о помощи Махатм королям, императорам и президентам разных стран в трудные моменты истории человечества Рузвельт сказал, это чрезвычайно интересно Он разрешил посланцам Елены Ивановны приходить с ее письмами в овальный кабинет Белого дома Один раз ответил ей письменно, а в остальных случаях устно В своих посланиях Елена Ивановна от лица гималайских Махатм предсказывала те или иные события в мире В одном из писем была фраза «Пусть культурное строительство начинается в сердце Азии» Елена Ивановна осторожно напоминала о важности экспедиции Рериха Да, год завершался для Рериха на редкость удачно Еще никогда Николай Константинович не был так близок к осуществлению давней мечты о новой стране И вдруг несколько газет Харбина словно по команде опубликовали статьи о Рерихе Странные и противоречивые В одних его называли поклонником Ленина, агентом Коминтерна В других скрытым масоном, заговорщиком, рвущимся к политической власти в Сибири За публикациями явно ощутима рука японцев Они недовольны растущим влиянием Рериха в Харбине Все предварительные договоренности об аренде земель в Маньчжоу-Го зашли в тупик Но Рерих не сдался Адрес новой страны должен измениться Он перенес базу экспедиции в Пекин и отправился во внутреннюю Монголию Снова жара, перебои с водой и продуктами Мрачные голые степи Это не пугает Николая Константиновича Трудности переборем Он встретился с князем Дываном Известным борцом за автономию внутренней Монголии Князь благожелательно воспринял идею кооператива Что ж, новую страну можно построить и в этих краях Телеграмма из Вашингтона обрушила все надежды Генри Олес требовал завершить экспедицию Рерих в растерянности Что случилось в США? В газете Чикаго Требьёна публикована статья под заголовком «Атаман Рерих с казаками готов с боями пройти Монголию» Недоразумение? Злонамеренная клевета? Кому могла угрожать экспедиция, в которой насчитывалось чуть больше 10 человек, включая охрану? Но вскоре на стол министра сельского хозяйства США Генри Олеса легло более серьезное сообщение Резидент американской разведки на Дальнем Востоке информировал Под видом научной экспедиции Николай и Юрий Рерихи пытаются объединить белых эмигрантов и монголов Для вооруженного захвата власти вблизи границ Советского Союза Позднее выяснится, сообщение ложное, основанное на слухах Но Олес в панике Участие в политической авантюре грозит скандалом и отставкой К тому же Олес собирался выставить свою кандидатуру на пост президента США в будущих выборах И Олес отрекся от своего гуру Зачастую даже один неосторожно сброшенный камень рождает лавину А тут несколько подряд И все обрушилось Конгресс не ратифицировал пакт Рериха Отложено выдвижение кандидатуры Рериха на Нобелевскую премию Оборвалась переписка Елены Ивановны с Рузвельтом И последний удар нанес финансист Луис Хорш Он был, наверное, самым близким из учеников Николая Константиновича В свое время Рерих даже стал крестным отцом его сына Хорш воспользовался доверенностью и расписками семьи Рерихов Он захватил картины имущества дома мастера Больше того, Хорш так составил отчет по первой экспедиции Что Рериха обвинили в уклонении от уплаты налогов Теперь в Америке Николая Константиновича ждал арест Рерих, как пишет в своих дневниках Зинаида Лихтман Ошеломлен предательством Хорша, его жадностью и коварством На мой взгляд, это слишком простая версия Я бы сказал, черно-белая Дескать, Хорш хотел все загробастать себе Ведь поначалу все были очень увлечены идеями Рериха Значит, наступило какое-то разочарование И это заставляет посмотреть совсем по-другому на то Что принято называть предательством Было настоящее разочарование Разочарование? В чем? В учении живой этики? В реальности строительства новой страны в глубинах Центральной Азии? В самом учителе, который стал заложником геополитических игр Японии и США в Азии? Любой идеалист рано или поздно получает от жизни удары Потому что мир не любит идеалистов Рериху пришлось пройти через много испытаний И находки, сделанные им в экспедициях, рассеянные по миру Судебные заседания по поводу захвата имущества и картин Шли в течение нескольких лет И закончились победой Луиса Хорша Все потеряно Единственная страна, куда Николай Константинович и Юрий Могли вернуться после последней экспедиции Была Индия Единственное место, где их ждали Было селение Нагар А куда еще? Столько усилий, надежд и все прахом Советская Россия не по пути Америка отрезана навсегда Там остался собственный музей Основанные рерихом учреждения, друзья и сотрудники Сотни картин и драгоценные коллекции Рухнула мечта о Звенигороде Городе духа и знаний По сути, поражение Жизнь Николая Константиновича была великой победой Никаким не поражением Святослав, его сын, очень любил приводить слова отца Когда говорил, говорит, трудностями растем То есть преодолевая трудности, мы поднимаемся выше и выше И трудности неизбежны И только лишь преодолевая трудности, можно достигать совершенства Вот такую идею постоянно пропагандировал Святослав Идею, воспринятую от отца В самом деле, если вместе с ним любимая Лада и сыновья Если приезжают в Нагар друзья и сотрудники Если успешно работают в Америке и Европе созданные рерихом издательства и общества Лиги защиты культуры И рядом огромная, древняя, близкая по духу страна Индия Ничего не потеряно В каждом поселении или городке долины Кулу свои боги Одни исцеляют, другие защищают, третьи вызывают дожди и обеспечивают урожай Раз в году осенью все 360 богов выходят из храмов Они скрыты подсеребренными или золотыми масками На специальных носилках отправляются в столицу края По горным тропинкам и дорогам процессии с богами, как ручейки, стекаются в главный город долины Кулу Праздник урожая десера Для непосвященного человека тут многое непонятно Ну, к примеру, с какой стати парни с носилками врезаются в толпу? Но те, кого заденут концами носилок, гордятся Боги не обошли их своим вниманием Рерих восхищенно записывал в дневнике Среди сокровищ мира неистощимо то, что идет из веков Сказка, песня, танец Гремят барабаны, ревут длинные трубы Боги посещают друг друга в дни праздников, а люди обретают чувство единства Что для англичанин носить эти боги? Это одно дурачество Что-то, ну, там, темный народ носит этих богов Нет, тот рерих, нет, тот совсем по-другому Нет, с уважением пишут о наших богах Понимаете? Наши люди были этому рады, что человек уважает наших богов Ты не уважай меня Если ты уважаешь моего бога, все, я твой поклонник Действительно, у нас такое Ты проявляешь уважение к моему богу, все, ты наш, все Действительно, он стал своим в нагаре Участвовал в местных праздниках На склонах ближних гор искал забытые скульптуры местных богов Собирал коллекцию каменных досок с древними барельефами С началом весны вместе с Еленой Ивановной уезжал в дальние селения Проводил раскопки на месте разрушенных храмов и старинных святилищ И, конечно, писал Гималай Рерихи подарили нам Гималай Для нас Гималай по сей день один из важнейших духовных символов Его картина – это признание в любви к Гималаям Он чувствовал всю глубину этих мест и пытался запечатлеть ее на холсте Но все его надежды на духовное возрождение человечества развеяло войну Все чаще Николай Константинович обращался к темам, связанным с Россией Семья Рерихов пыталась реально поддержать СССР через индийский Красный Крест Николай Константинович и Святослав отдали несколько своих картин на выставку для продажи И дальнейшей передачи денег в помощь Красной Армии Юрий написал в советское посольство в Лондон Он просил зачислить его добровольцем на фронт Но выставку закрыли, а посольство молчало Только новые картины Николая Рериха отражали его тревогу И вместе с тем веру в будущее России В мае 1942 года в гости к Рерихам приехал будущий премьер-министр Индии Джабахар Лаунеру вместе с дочерью Индирой Писатель, лидер индийского движения за независимость По утрам он беседовал с Рерихом о создании Индорусской культурной ассоциации Потом Святослав писал его портрет Нару путешествовал по долине На всех перекрестках его встречали толпы людей Он говорил о том, что настало время освобождения страны от британского владычества Они поддерживали нашу борьбу за свободу И когда вы видите в фойе нашего парламента портреты наших лидеров Джабахар Лаунеру, Индира Ганди То все эти портреты кисти Святослава Рериха Теперь вы понимаете, как эту семью здесь уважают Самое страшное время – это получение независимости Индии Это разделение Индии на две части Пакистан и Индия Цель поезда кубиток А вот они были свидетелями Ну как это странно Ганди Страна такой великой религии, буддизма Что происходит тут? Беспорядки вспыхнули и в долине Кулу Николай Константинович с сыновьями вынуждены с оружием охранять свою виллу Но картины его, разбросанные по музеям Индии, беззащитны Сообщение из Хайдарабада особенно болезненно Уничтожено 11 картин Рериха «Где ты, культура?» – восклицает в одной из своих статей Рерих Он радуется любой весточке из России Мечтает вернуться на родину Но из Москвы, от МИДа, на все заявления и хлопоты о визе – молчание Только через много лет, в 1955 году, Никита Хрущев пригласит сына Рериха Юрия на работу в Институт Востоковедения Академии Наук СССР В 60-е годы в Москву приедет с первой выставкой картин отца Святослав Эта выставка имела невероятный успех Люди готовы были выстаивать длиннейшие очереди, чтобы увидеть картины Николая Рериха Юрий и Святослав выполнили завещание отца и передали России сотни картин Николая Рериха Всю осень 1947 года Николай Рерих тяжело болел Неожиданно почувствовал себя лучше Позвал слугу и повел его в сад Слуга удивился, вы еще слабы Но Рерих был упрям Они долго ходили по саду Николай Константинович выбирал дерево для своего погребального костра По завещанию Рериха, посмертный обряд был проведен согласно индийскому обычаю Так завершилась эта необыкновенная жизнь Как и многих, Рериха вдохновлял, опьянял и в конечном счете обманывал 20-й век Но наступил момент, когда слетели все маски Исчезли иллюзии и осталась только суть, которую когда-то точно определил друг Николая Константиновича, писатель Леонид Андреев Среди видимого он открывает невидимое и дарит людям не продолжение старого, а совсем новый, прекраснейший мир Да, он существует, этот прекрасный мир Это держава Рериха, кое он единственный царь и повелитель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok